Голубая Тескотлепока Но внемлите, ни духом не дано тронуть мачете, без участи будь ужаленной мощью подаённой силы, несмертным не покорить волю его. И вот, мы вчетвером запечатали чёрную Тескотлепоку, пока не найдётся тот, кто сможет удержать силу голубой Тескотлепоки. Ну, это мы всё знаем. Что? Я с радостью займусь сурдопереводом, если вы закончили с наставлениями. А, да это я просто хотел показать вам, как сильно мы облажались. Мы не только не нашли способного удержать мачете, но ещё и Иштальтон пропал. Мы должны были встретиться в лощине, но он так и не объявился. Я надеялся, вы детишке поможете мне сыскать его. Да что? Да у нас тут похожие проблемы. Недавно ожившая кукла с армией нежити утащили Китти в Миктлан. О, а ещё Амарк пытался похитить Кузю. Вот она что. Не беспокойтесь, я был готов к такому. Предоставьте это мне. Ну, а чё ты будешь делать? Каламити. Ты должна разобраться с поющей вилкой. Это ты называешь «предоставьте это мне». Ничего не слышу. Но зачем вам нужен Камертон? Если я правильно помню, у трезубца Тлалока есть четыре заклинания. Я никогда не мог расшифровать его чудовищные каракули, но помню, что было у него заклинание, отыскивающее пропажу. Короче, если Каламити сможет вытянуть из трезубца это заклинание, то... О да, мы далеко продвинулись. Я могу устраивать наводнение, а Ики мочит всех молняхами. Каламити. Каламити дала мне тыквы и сказала, чтобы я сделал мордотыквы, иначе она сказала, что не разрешит мне их больше воровать. А чё у вас? Да, тут ты, что ли, он пропал. Но, оказалось, вилка умеет искать пропажи. И вот мы пытаемся в ней разобраться. Хм, а я ведь как раз чувствовал запах этого жбля-бля недавно. Что? Так, ну-ка пойдём, выйдём. А попробуй-ка басовую партию. Рыдай, Икабот. Я ещё раз обдумала всё и пришла к выводу, что эти прослушивания нашу проблему не решат. Что? А какие ещё варианты? Ясно ведь всё, как в день урожая. Камертон выбирает более одного владельца. Икабот, не эта штука, а Каламити выбрала тебя. Только Каламити полноправно владеет трезубцем, и он полностью зависит от её желаний. Да, но ведь Каламити... Каламити не Тлалак. Вообще, это здравая мысль. Тлалак никогда не был таким общительным, как Каламити. Всегда скрытный, мнительный, записи шифровал. Каламити, м? Мне давно пора проверить, не является ли тыквой плохой приметой. Ну всё, дальше запах я уже не чую. И вот, наверное, почему. А, значит, он как Винкель, наступил в чёрную бяку и застрял. Ну-с, приступим к осмотру. Снахал я тебя тут опять Гуся покусал. Да уж, от такого не застрахуешься. Хм. Ах! Да, плохая идея. Пойдём попробуем уговорить Ики отвлечься от их прослушивания и осмотреть это место. Вдруг найдёт что-то интересное. Лёгок, ну пойми не. А мы вот нашли... По-хищение! По-хищение! Итак. Вы, ребят, там нашли, чё искали? Каламити, это твоё. Но ведь Икабоат сказал, что... Твоё. Тогда в Хатвилде не трезубец, а ты выбрала Ики. И если бы тебе нужен был кто-то, чтобы что-нибудь найти, кого бы ты тогда выбрала? Коёта... Никогда ещё так быстро не сожалела о том, что дала совет. Ну что, дружище, попробуй. Но я же безответственный. Хам, нет, что. Лучше тебя, Ищейки. Я всё равно не знаю. Так. Ё-ху! Рыда! Рыда! Озвучено командой Шаттла 3.1.1.Х И нашими друзьями в 2015-2018 годах. Поддержите любимую озвучку. Не забывайте, что даже маленький донат улучшает настроение и повышает аппетит. А также подписывайтесь на канал автора сериала Без Зла, Бэтсери. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!